здравствуйте дорогие друзья я абсолютно уверен что многие из вас видели первый эпизод рейд escape from tarkov и уверен что многим из вас он понравился давайте сегодня еще раз его вместе посмотрим и хотел сказать обсудим в принципе мы можем потом в комментариях обсудить но хотел бы поделиться с вами своими ощущениями конечно вне всяких сомнений я его уже смотрю наверно третий или даже четвертый раз и все разы они мне больше и больше нравятся и возможно что-то новенькое я там вижу но так или иначе не обессудьте первый раз такой формат делаю видео а именно мое мнение по поводу чего-либо поэтому давайте посмотрим тут куча нового оборудования пришлось организовать поэтому надеюсь что все сработает это чтобы вам звук не мешал буду слушать его отдельно давайте поехали посмотрим я кстати книгу читал я думаю в тип ну как в бегущей строке я написал напишу название этой книги отличная книга и нечто похожее про тарков на самом деле многие комментаторы говорят что практически голливудское качество я могу сказать так что в последнее время наверное понятие голливудское качество наверное это не не похвала некотором смысле ругательства скажем так картинка качество картинки замечательное но вот с точки зрения реалистичности голливуд рядом просто не левит еще не повод для общевойсковой операции внутри нашей страны музыка отличная просто да когда первый раз этот момент увидел интересным музыка это музыка 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 Галагал, да. Вот это, на самом деле, вот именно вот в этот момент я понял, что мне интересно смотреть этот фильм. Если получится, я вставлю сюда короткое видео, потому что, ну, можно много рассказывать, но лучше один раз увидеть или один раз услышать, чем сто раз, ну, в смысле, услышать своими ушами, да, непосредственно, чем там, когда тебе сто раз расскажут, да, про то, как пуля прилетает, а выстрелы не слышно. Понятное дело, здесь тема в глушителях и во всем остальном, но у меня было видео, где мы снимали на дистанции, по-моему, тысячу метров гонг, и камера стояла возле гонга, и там слышно, так, тин-н-н, пуля попадает в гонг, и спустя какое-то время там выстрел. Ну, просто отлично, вот когда вот когда вот я этот момент увидел, я понял, да, что ребята, в общем, подошли к этому делу серьезно, и на будущее, да, что самое интересное, чем больше, чем, вернее, чем каждый последующий эпизод, он все более интересный и интересный, хотя на самом деле, когда люди обычно устают, им все надоедает, они качеством, да, жертвуют, здесь этого не произошло. все, смотрим дальше. Отлично просто. Минус. Он без подружек. Пока чистая. Внимание, утрой. Вот, кстати, тоже обратите внимание, главный герой, когда стреляет через коллиматор, он стреляет левым глазом. То есть, интересная концепция. У меня тоже левый глаз ведущий, и когда я стреляю, мне тоже действительно интересно, как, я всегда стреляю левым глазом через коллиматор в особенности. Но этот стрелок, он он как-то делает, ну вот, то есть, вот так вот. В принципе, нормальная техника, я тоже несколько раз так пробовал, но, если честно, у меня получается так, только если сделать один точный выстрел, что, в принципе, он и делает. Но для того, чтобы делать последовательно несколько быстрых выстрелов, мне проще завалить карабин в левую сторону. Поехали дальше. То есть, вот, смотрите, да? Красота просто. Парни, Скифу оставьте чем, а то осерчает и заведет нас еще на минные посевы. Пусть попробует. Я из одной ногой сумею захуя. Вот только Скиф единственный, кто знает эту местность, где искать его пропавших пацанов. Проебил он вылет со своей группой, глядишь, и никого искать бы не пришлось. Наушники, Пелтор, да, Макпул, Фаб Дефенс, ну, сразу видно, ребята, не военные. Ну, в смысле, у военных нет такого оборудования. А тут я подумал, что, видимо, про каких-то зомби. Ну, судя по всему, видимо, это кровь человека, который лежал, которого он мародерил. иди, тоже возьми себе чуть-чуть. Эй, Скиф, а где твой минус? Где мародерка, которого ты контролил? Ты оглох, что ли? Эй, где тело этого упырка? Твою мать! Тоже интересно, да? Для того, чтобы посмотреть, человек поднимает карабин с коллиматором. Но у коллиматора-то никакого увеличения нет. Началось. Массированный огонь в сторону угрозы. Нарушаем правила безопасности стрельбы. Выпьем с улицы. Один, два. Серб, триста. Твою мать! Маус, на контроле. Чит-чит. Да, отлично. Отлично. Человек убрал магнифайер для того, чтобы перемещаться. Смотрите, как плечи меняет, да? То есть, все грамотно. Зенитковский ДТК. Западные партнеры. Западные партнеры. Скиф, серб на тебе. Принял. Маус, на место Скифа. Держи задний выход на железку. Блядь, так он по льбу только лениво не услышит. Ну что, закусываемся или валим? Серб, не сжать. Скиф, серба в укрытие! Эвакуационная стропа. Держи задний выход на железку. Не очень удобно вот так вот тащить раненого человека. Как-то заплетник получается быстрее. Ну, отлично просто. Другое дело, что багажник Волги пробивается на вылет вообще в легкую. В смысле, автомобиль используя как укрытие. В смысле, абсолютно никого нет, если только вы не за двигателем. Ну, еще раз, это ни разу не предъява. это ну, я просто не знаю. Просто потому, чтобы говорить. Не, вы посмотрите, вообще просто отлично. Бам! Пуля в карабин попала. Ремень, поэтому ремень. звук просто вообще гадон! Мужики, ну, где вы там? Пиздуйте, уже речь! Как ты, как ты? Куда попала? Сцен! Вот она! Авария! Авария! Ты скидай, блядь, эту суку! Грязный! Готов, отходи! Пошел, пошел, пошел! Два девять! Два девять, сука! Отлично, просто. Два девять, что ты уже, сука! Подарок! Кварту, пацаны! Не слыхай свои твои! Отведи! Сука! Угу! Ну, вообще, отлично, конечно! Ну, вот, интересно, на самом деле, потому что, я когда стрелял с РПГ, понятное дело, там, стандартный был боеприпас, тут, судя по всему, какой-то там, сильно фугасный, наверное, да, потому что, обычно, 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 очень, очень не этот, не впечатляющий взрыв, to be continue. Ну, друзья, может быть, не так много эмоций, но я вам могу сказать так, как я уже говорил, да, я его, наверное, четвертый или пятый раз смотрю, отлично то, что, то, что люди, которые снимали это видео, отлично то, что они не вывалились, вот, либо в Голливуд, да, ну, это когда там, я не знаю, там, от бедра стреляют, попадают, магазины не кончаются, да, ну, и прочие вещи. И, конечно же, они не перебарщивают с обычными стрелковыми вещами, сейчас вообще на постсоветском пространстве идут целые баталии, да, там, начиная от того, что начал заниматься практической стрельбой, значит, погиб в бою, и до того, что вся армия, включая, я не знаю, поваров и прочих, все должны проходить курсы по практической стрельбе. Ну, конечно, это два крайне экстремальных мнения, и, как и любые, любые экстремисты, они неправы, да, касательно моего личного мнения по поводу первого эпизода, ну, кроме того, что я уже сказал, я могу сказать так, я считаю, что снято отлично, более того, видно, что актеры, которые были задействованы в этом эпизоде, они все знают, с какой стороны держать оружие в руках, это первое. Второе, мы с вами видим не просто стрелковое оружие, там, не знаю, автоматы Калашникова, очень издалека было видно АР-15 и чуть ближе было видно снайперское оружие, пистолеты, я могу сказать так, что конечно же, конечно же, мы с вами видим самые разные варианты тюнинга, обвеса оружия, да, не практически, а у всех, у всех актеров оружие снабжено коллиматорными или оптическими прицелами, если это коллиматорные прицелы, то у многих имеется магнифайер, да, конечно, когда актеры для того, чтобы посмотреть, когда им задают вопрос, куда делся этот человек, которого ты контролил, и он скидывает оружие для того, чтобы посмотреть, что и как там, ну, если бы у него там был бы магнифайер, это можно было бы понять, да, так как у него обычный ОТЭК, то, ну, в этом смысле смотреть не через прицел, намного качественнее увидишь, почему? Потому что, ну, ОТЭК, это обычный коллиматор на прицелы, там, два стекла, они, по сути, какими бы качественными ни были, они являются защитными, да, это никакая не просветленная оптика, поэтому, ну, учитывая то, что оружие находится в полевых условиях, наверняка там грязь, грязь, пыль, да, на оптике, в этом смысле смотреть через коллиматорный прицел для того, чтобы лучше понять обстановку, это не совсем, не совсем правильно, я бы сказал бы, это даже совершенно неправильно, другое дело, да, что грязь или чуть-чуть замутненное стекло не мешает работе коллиматорного прицела, почему? Потому что правильно, когда вы из него стреляете, вы стреляете двумя открытыми глазами, я могу сказать даже больше, вы сами попробуйте, да, то есть, вы можете на коллиматорный прицел на переднюю, на передний окуляр вообще повесить и вообще его полностью замазать, да, и если вы правильно целитесь, вы в любом случае сможете нормально стрелять, то есть, вы будете видеть точку и вы будете стрелять, даже несмотря на то, что в этом прицеле полностью заглушен передний окуляр, если же вы целитесь в него неправильно, то есть, поджимаете один глаз смотрите то конечно вы ничего там не увидите кроме точки на черном фоне ну по большому счету это единственное наверное да на что я обратил внимание в целом я думаю мы будем развивать эту тему как-то будем смотреть и 2 3 4 эпизод все мы его все мы их видели и я могу сказать чем дальше тем намного более интереснее но уже здесь мы видим элементы перемещения по открытому пространству мы видим использование различных объектов качестве укрытия в качестве защиты не совсем ну как в любом случае если в такой обстановке конечно наличие автомобиля в качестве укрытия это лучше чем его полное отсутствие но тем не менее да то есть видя то количество попаданий которая тем более в проекции там по 45 градусов которые принимают на себя заднее правое крыло этого автомобиля можно с уверенностью сказать что человек находящийся за багажником он уже был неоднократно поражен очень интересно и правильно сделаны моменты когда возникает угроза и когда все реагируют на эту угрозу вне зависимости от того видят они эту цель или не видят да то есть тоже очень много споров проходит на эту тему что вот классика да там контакт справа там тут же разворот там красивая устойчивая фронтальная стойка вскидка там двойка да там по сторону угрозы там или по мишени на самом деле на самом деле как показывает опыт тех людей которые неоднократно попадали вот именно в этот присловутый контакт первая основная задача конечно же это укрыться и после этого шквал огня в том направлении здесь это очень классно реализовано да и очень правильно и поэтому очень хорошо выглядит и правдоподобно выглядит я молчу вообще про кинематограф как там гильзы падают про звук и все остальное уверен что это не компьютерный звук уверен что наверняка они это дело все записывали да то есть четко чувствуется разница особенно в наушники выстрел на улице выстрел и внутри помещения ну по мелочи я бы там сказал тогда то есть ну вот участие операторов глушители или там я не знаю самых модератора или пбс и на стволах участие открытые дтк вот там я видел зенитка те кто стреляет и много стреляет они должны знать да что даже на улице даже на открытом помещении при выстреле из той же самой зенитки органы слуха сильно страдают даже у стрелка не говоря уже о том человеке который находится рядом там дальше в эпизодах мы увидим перемещение по коридорам плотная формация да когда стрельба ведется фактически двумя стрелками когда они находятся рядом друг другом да понятно и это очень важно вы видите на стрелках наушники и все остальное но тем не менее да то есть надо понимать что в современном мире в особенности у операторов которые работают или которые очень часто вынуждены работать в группе или допустим вот я на тренингах проходил обучение там были коллеги которые заняты в безопасности на морских кораблях то очень часто они используют не открытые дтк дожигатели типа кренкова да и тем более с автоматом калашникова есть подобные дожигатели и на ар-15 ну то есть что можно сказать на самом деле качество видео очень высокая качество подготовки стрелков крайне высокая я не буду говорить что они все поголовно военные тем более что на самом деле вот 90 процентов военных очень блекло бы смотрелись в качестве актеров на данном видео ну разве что там по по матам да может быть бы я опередили но в целом в целом видно что ребята очень хорошие стрелки имеют очень хорошую стрелковую подготовку вне всяких сомнений умеют знают и прочее может быть они это мое личное мнение я не буду ни с кем спорить знают основе основы тактики основа ведения боя в городских условиях и это радует то что видно что это не профессиональные актеры на там джоном виком тут не пахнет это первое второе с другой стороны да то есть и не пахнет здесь и рэнбами всякими прочими и очень интересно видеть размещение амуниции на на поясах на плитниках на то есть очень интересно наблюдать за теми с этапами которые есть на штурмовых винтовках я вижу у всех обязательно лазерные целеуказатели как я уже говорил у всех оптика у всех тюнингованные цеве для того чтобы были установлены передние рукоятки то есть различного вида магазины там и сороковки присутствуют на плоская по моему стандартные магазины бубны да ну то есть все качественно сделано и я не боюсь предположить что вполне возможно стрельба велась боевыми патронами возможно фаертагами не знаю но поведение оружия очень хорошо видно и в отличие от того самый за walking dead и кто-нибудь смотрел там ходящие мертвецы там когда народ использует привода страйкбольные да то есть более поздних сезонах они даже не парились там его газом заправляют да то есть видно что он стреляет да у него даже затвор не ходит ну то есть шняга полно здесь все очень качественно поэтому друзья это было мое мнение и еще раз посмотрю но вас уже отвлекать не буду поэтому увидимся скоро на обсуждении второго эпизода эскейп фронтарков рейд счастливо до свидания